Автограду необходима еще одна крупная больница, а Челнинские скверы и набережную Тобеева ждет реконструкция. Эти актуальные для города темы были подняты сегодня на 36-й конференции местного отделения партии «Единая Россия». Кроме того, здесь утвердили, кого партия власти выдвинет в качестве кандидатов на предстоящих осенью выборах депутатов Горсовета. Подробности у Виктории Евсеевой. Встреча единороссов прошла в оффлайн-режиме, но по правилам безопасности 169 делегатов находились в зале на расстоянии полутора метров друг от друга и в средствах защиты. Конференция началась с подведения итогов пятилетней работы в Горсовете, после чего озвучили планы на будущее. Так, для многодетных семей города требуется выделить 600 гектаров земельных участков. Вопрос решается. По республиканской программе «Наш двор» до 2024 года должны вдохнуть новую жизнь почти в 700 местных дворов. Ремонт ждет и общественные пространства. Планируется в ближайшие годы, мы себе ставим это в задачи, благоустроить пешеходную зону Автозаводского проспекта, парка Прибрежный, набережную имя Фикряда Табеева, сквер имени Рената Гелязова, Боровецкий бульвар. В ближайшую пятилетку также планируется провести капремонт 750 домов и построить 12 новых по программе социепотеки. Но это задачи, а вопрос насущный – утвердить тех, кто представит партию на выборах 13 сентября. Сегодня стали известны имена кандидатов и по одномандатным округам, и по партийному списку. В последнем – 27 фамилий. А тройка лидеров – это Наиль Макдеев, главврач БСМП Марат Мухаммадеев и личность до сих пор не публичная – предприниматель Татьяна Белькова. Еще 13 человек партия выдвинет по одномандатным округам. После того, как будут приняты все документы, и партия пройдет регистрацию, и так же, как все кандидаты, принимающие участие в этой процедуре, подадут документы и будут зарегистрированы, только после этого они могут приступить к участию в избирательном процессе. Один из лидеров партсписка «Единой России», главный врач БСМП Марат Мухаммадеев, поднял насущную для города тему. В своем выступлении он рассказал, что челнинцы чаще всего обращаются к врачам по вопросам онкологии и кардиологии, и заявил о необходимости строительства новой больницы с режимом одного окна. К этой мысли его подтолкнул опыт работы, полученный здравоохранением города в период пандемии COVID-19. К слову, в списке кандидатов еще две персоны сферы медицины – главврач госпиталя для ветеранов войн Резидам Авзютова и главврач третьей поликлиники Рамиль Сабитов. Среди известных персон также руководитель холдинга СТВ-Медиа Абдулхак Батюшов, несколько представителей КАМАЗа, строительных организаций и другие. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Челны, 24.